ребят всем привет с вами канал mazda mpv колхоз наше все и у меня появилась небольшая проблемка наступила весна сел за руль автомобиля и выяснилось что есть некоторое сопротивление движению руля посмотрев и почитав ознакомившись с форумом микроб.ru я предположил что ну и пообщавшись с нашими форумчанами предположил что это крестовина крестовина которая стоит рулевом карданчике есть два способа устранить эту проблему полностью меняем крестовину она подходит от 626 mazda и от нашего автомобиля ну а также от жигулей от классики стоит это дело где-то от полутора тысяч минимум сама полностью в сборе весь кардан карданчик от полутора до двух с половиной тысяч но есть другой способ это замена самой крестовины в этом рулевом вале вот так выглядит эта крестовина я взял вот такую крестовину гмб ст 1639 размеру и 16 05 на 39 05 кто знает и сидел на форумах и когда-либо сталкивался с такой проблемой именно это крестовинка туда подходит есть и российские аналоги есть и зарубежные аналоги сейчас мы ее откроем и посмотрим как она выглядит я рассчитывал на то что она будет немного покрупнее но на самом деле она оказывается вот такая вот маленькая еще один нюанс состоит в том что эта крестовина будет меняться во дворе на коленке так сказать без возможности замены на ст.о. на я стоя ехать не хочу возьму слишком дорого я свою машину делаю во дворе прошу меня простить и извинить что это все будет делаться именно во дворе получится не получится мы с вами это посмотрим буду снимать на экшн камеру потому что там очень сложно подлезть два болта которые имеют не очень нормальное расположение они расположены на кардан на валу получается противоположных друг другу и с очень маленькой шляпкой приходится туда очень сложно подлазить самая проблема я думаю будет в том что бы еще сам вал этот вал оттуда снять следим за видео итак ребята вот он карданчик я вот попытался смазать свое время чтобы на пару дней думаю тут там расходится туда-сюда мало ли но на нем было реально ржавчина вот он откручивается вот здесь получается пыльник снимаем вот он да вот он здесь очень короткая шляпка черт побери и вот здесь вот получается 2 2 шляпка подальше вот здесь вот здесь вот подальше вторая шляпка но когда 2 шляпки добраться вот это вот конечно будет проблема мысль в том что нужно будет каким-то образом нам его приподнять наверх саму рейку я трогать не хочу рейку тоже нужно блять с умом здесь вот откручивать вот эту гайку вот эти вот две гайки потом их приспускать здесь миллион гаек откручивать саму всю систему посмотрим как это все делается именно из под машины и так первый борт я открутил болт открутил теперь нужно открутить второй болт повернул руль если вы видите вот он болт сейчас нужно каким-то образом для него добраться до этого болта сейчас будем пытаться добираться сам карданчик этот каким-то образом нужно снять и так болт я почти выкрутил сейчас будем думать каким образом нам снять этот карданчик это дело снять потом его еще сюда вернуть возьмем молоточек какую длинную трубку и пробуем но еще надо расширить сами пазы видите он сошел до с рулевого вала вот тут чуть-чуть и там пошел наверх вот это него есть небольшой зазор к тому чтобы пойти немножко наверх если мне вот такая монтировочка вот ее просто разводим вот так вот да разводить сторону чтобы вал ушел наверх я надеюсь что вал уйдет наверх потому что я уже прилично развел наверняка он пойдет хорошо наверх вот так вот раз и просто раздвигаем его раздвигать ну и ребята берем и вот видите сошел сошел ура теперь его нужно со своего место оттуда сдернуть так что расширяйте вот этот вот дырочку которого 10 подручными средствами и потом берите и сгерливаете его все нужно его обратно отсюда сбить я его снял просто потянул вниз и он снялся видите самое главное расширить вот эту дырочку вот этот вот просто заклинившая полностью причем заклинившая она вообще вообще ей просто она она абсолютно неживая елки-моталки вниз вот этот вверх вот этот вот он злосчастный карданчик который у меня сломался которая два часа снимал со своего места не двигается он вообще короче его клинолола так что ну в общем жопа ему я был прав что купил крестовину так вот такого инструмента вот снял я отсюда выбил вот этот стаканчик взял подхватил вот таким вот образом прокручивая приподнял и снял сейчас будем снимать все остальные вот здесь вот между бордюр придумал вот такое устройство чтобы туда-сюда гонять аккуратненько вместо тисков все нормально получается смотрим да снял второго солдатика вот он посмотрите в каком он состоянии просто настолько убитый вот вытянул вот так берем поддеваем и вытаскиваем аккуратненько вот она моя многострадальная убитая крестовина все видите в каком состоянии просто вода внутри все закусывала ехать было некомфортно руль постоянно клинило у кого такая проблема рекомендую заменить вот эту крестовину я доделал накернил все вращаются все аккуратненько красиво замечательно вот сейчас будем ставить обратно еще мне есть вот такой вот пыльничек вот такой вот пыльничек вот такой вот марки номер его находится вот такой вот коробочке вот такой коробочке вот такой пыльничек сейчас будем пробовать устанавливать все это ну все я закончил натянул поставил крутил короче очень трудно и очень сложно кому лайфхак хотите ровненько крутите хорошо берете вот сюда руку засовываете и там вот здесь вот здесь вот вот она рука берем и крутим болтики гаечки на карданчики на карданчики и думаю что у вас все получится поэтому имейте ввиду лайфхак вот такие вот дела вот здесь вот крутим вертим пойдем руль ровно ставить руль стоит неровно нужно его поставить ровно сейчас мы делаем заведем машину поставим ровно колеса у меня он ровно да наоборот стоит руль теперь это сверху снизу теперь его нужно перевернуть ровно на 180 градусов переворачивать и так что мы делаем откручиваем вот эти четыре болта подушки откручиваем вот этот болт центральный потом приподнимем руль и вернем его на 180 градусов